Уважаемые коллеги, здесь вы видите то, о чем сейчас пойдет речь. Как просили организаторы, никакой заинтересованности. Поскольку регламент нас поджимает, я не буду долго говорить про эпидемиологию. Это достаточно редкая патология, но тем не менее очень и очень агрессивная злокачественность. Ее распространенное течение может выстрелить достаточно быстро регионально и отдаленные гистологии, клинической классификации. Также все это влияет на прогноз, но не сильно влияет на тактику лечения. Вы видите, что в зависимости от стадии, чем выше стадии, тем хуже прогнозы. Вы видите, что выживаемость снижается очень и очень быстро. Поэтому, конечно, нужно как можно раньше выявлять, как можно быстрее лечить, удалять, проводить химиотерапию. Но, к сожалению, методы лечения сейчас достаточно условные. И, конечно, очень многие пациенты, даже после удаления первичной опухоли, резистентной к дальнейшей терапии, в основном это химиотерапия, даже при негативной повторной операции, рецидив все равно возникает достаточно часто, порядка 50%. Что же делать с остальными 50%? Мы попытались ответить на этот вопрос. Не только мы, конечно, но мы приняли участие. Тогда я просто сначала скажу устно, что сейчас появилось новое направление, так называемая таргетная терапия, и какова роль ядерной медицины в прогнозировании, в планировании таргетной терапии. Сейчас об этом постараюсь немножко сказать. Существуют такие структуры, как фалатные рецепторы, которые очень активно экспрессируются при раке яичников. Новое направление, о чем я уже сказал. И вы видите, что они экспрессируются более чем в 95% случаев рака яичников. Таким образом можно на них ориентироваться. Что такое фалатные рецепторы, я думаю, вы можете потом узнать из Википедии. И в настоящее время уже разработано несколько препаратов для именно такой вот таргетной, нельзя сказать, химиотерапии, хотя, конечно, они вмешиваются в какие-то биологические цепочки, но тем не менее не так сильно, как все остальные яды, которые используют наши онкологи. Традиционным методом является, конечно, иммуногистохимический, но когда удаляется первичная опухоль, статус иммуногистохимический может быть совершенно иным, чем после проведенного лечения. И таким образом, спустя какое-то время после операции, после проведенных курсов химиотерапии, мы имеем дело совсем с другим заболеванием, и как оценить, как опираться на те данные, которые мы получаем от первичного блока, который взят после операции. Поэтому нам нужны методы инвива, экстемпера, диагностики того заболевания, которое мы планируем лечить. Начальные диагностические исследования перед применением терапевтического препарата мы использовали эффект сканирования и обработку данных с использованием препарата меченого технеции. Условное название ЕЦ-20 – это препарат, который избирательно накапливается в фалатных рецептрах опухоли. И мы пытались оценить, насколько коррелируют результаты сканирования с ответом на последующую терапию уже терапевтическим агентам. Было обследовано изначально 22 пациентки с этим диагнозом. Независимо от характера поглощения, там был и диффузный, и диффузный очаговый. Различная классификация была плюс-минус. То есть было накопление или не было. После окончания этого терапии с помощью ЕЦ-145 терапевтического агента были присвоены баллы. После завершения исследования ретроспективный анализ позволил распределить всех пациенток на три группы, когда 100% ранее выявленных опухолевых очагов накапливали ЕЦ-20. Диагностический агент, мечный технициям накапливали от 1, условно, до 99%, то есть не 100%, и когда они не накапливали вовсе. И на основании критериев РЕЦИСТ общий ответ в когорте пациенток и скорость контроля над опухолью сравнивали между этими тремя группами. В общей сложности мы оценили среди 22 пациенток 152 очага поражения. В группе с наибольшим накоплением имели наибольшую вероятность ответа по сравнению с теми, кто не накапливал. При РЕЦИСТ анализе отдельных пациентов повышение активности составляло более 50% в первой группе, которая была ЕЦ-2+, соответственно 38 и 34. В подгруппе пациенток, получавших менее интенсивное лечение, конечно, пациенток лечили не только ЕЦ-145, но также они получали и другие препараты, в частности, пигелированный доксорубицин и другие препараты. Контроль за заболеванием был осуществлен только в группе, который экспрессировал максимальное количество фалатных рецепторов 86% случаев против 50% промежуточной и неэффективно, когда не накапливался. И также общая выживаемость для подгруппы с максимальным накоплением по сравнению с группой промежуточной и не накапливающей было достаточно статистически достоверно. Поэтому результаты исследования показывают сильные тренды для большей выживаемости в том случае, если диагностический препарат, накапливающийся в фалатных рецепторах, имеет больший прогноз выживаемости. Еще один момент. В соответствии с анализом контроля за заболеванием общий эффективный эффект в подгруппе с максимальной экспрессией фалатных рецепторов составил 14%, что составило наибольший процент по сравнению с двумя группами, где этот показатель приближался к нулевому. Ну и, конечно, очень важно биохимическое подозрение на рецидив, на продолженный рост. Вы видите очень качественный, хороший маркер для рака яичников CCA125. Вы видите, при повышении его уровня можно подозревать наличие рецидива метастазирования. Данные представлены как раз по той диаграмме, которая была на предыдущем слайде. Проводилось исследование пациентки с фтор-дезоктиглюкозой. Вы видите, при низком уровне CCA25 практически нет накопления, и идет диссеминация и укропнение, увеличение активности очагов. И также исследование с диагностическим агентом ИЦ-20. Вот вы видите обширную диссеминацию по брюшине. Здесь вы видите это все на срезах. Еще один пример той же пациентки, рак яичников. И после операции химиотерапии мы видим и мезонтериальные, и забрюшинные лимфоузлы. Аналогичный пример. Сейчас уже не буду останавливаться подробно. Здесь помимо накопления брюшной полости, еще и надключичный лимфатический узел. То есть достаточно эффективная диагностика. И представленные результаты демонстрируют, что используемых таких направленных агентов на фалатные рецепторы определяют пациентов с данной патологией, которые наиболее вероятно смогут быть эффективно излечены с помощью таргетной терапии препаратов аналогичных ЕЦ-145. Уже получены предварительные данные положительного эффекта по данным КТ. К сожалению, мы не смогли отследить их с помощью диагностического ЕЦ-20. Ну и что хочется еще сказать, и почему я просил включить этот доклад в нашу секцию, что, учитывая метку технеции, мы можем ожидать, что РЕНИ-186 или 188 точно так же сядет на этот носитель, и мы сможем оказывать двойное воздействие, помимо действия неактивного агента, еще и осуществлять направленную лучевую терапию. Спасибо за внимание.